Сегодня я поснимаю квадратное небольшое видео. Договорились в августе, еще в конце августа, в начале сентября, женщины по поводу отлова кошки на стерилизацию. Мне рекомендовали ВКонтакте, причем женщина, которая рекомендовала, она вела себя, мягко говоря, неадекватно и по-хамски со мной общалась. Ну хрен с ней. Договорилась я с другой женщиной, все согласовали, у них какая-то запись предварительная на октябрь месяц. И значит, ну месяц вот я ждала до октября, появились деньги, все. И значит, вчера мы с ней ведем разговор, и она мне говорит, что я ради одной кошки не поеду, хотя я ей предупредила, что у меня полной суммы нет, и всех сразу кошек я отловить не смогу. То есть мы будем поштучно ловить. И она вроде сказала вначале мне да, когда обсуждали с ней это еще осенью, вот, ну в сентябре, в августе-сентябре. А вчера она мне выдала, что я ради одной кошки не поеду. И попробуйте сами отвезти ее, отловить. Ну у меня нет ни машины, ни каталожки. Плюс там кормит бабушка, которая еле ходит на двух костылях, неизвестно. Еще неизвестно вообще, сможет ли она ходить кормить дальше, да, в принципе неизвестно это. То есть это бабушка должна везти, я должна везти, да, где-то кошку надо передерживать. Ну в Филморе бесплатно стерилизация. Передержки, как мне сказали, у них нет. Я попробую сейчас другие клиники найти, где какие-то льготы и передержки, но сам факт. То есть, ну человек вчера себя повел неадекватно. Ну вроде как бы согласовали, что она поедет в наш район ловить кого-то других и к нам заедет. Я причем у нее со вчерашнего дня пыталась выбить время, какое время она будет, потому что кошки выходят в конкретный момент на кормление. Я хочу, чтобы ловили при мне, бабушку предупредить и так далее. Мадам мне ничего не говорила. Это московский район, метро Московская. И сегодня я ей звоню. Я была там с утра, кошек не было, кого надо ловить. И она мне говорит, а я там была в это же время. Я говорю, почему вы не предупредили, заранее не сказали. Ну то есть человек, ну реально такое ощущение, человек либо пьяный, либо что-то она употребляет. Ну потому что, блин, ты нервы мотаешь. Мне просто обидно, что 10 котят уже есть. Обе кошки беременные. Они вот сейчас разят, так как холодно, котята эти уже не выживут. То есть, ну надо было стерилизовать еще, как говорится, месяц назад. Но дело в том, что вот просто вот этот месяц, сентябрь, август, сентябрь и начало октября мы просто потеряли. Потому что я могла бы за это время найти, может быть, другого человека, клинику, договориться. А сейчас я, получается, в своих делах. То, что и мне кошек надо оперировать моих там по зубам. И переезды, и продажи квартиры. И плюс и работа, и курсы языка, и все на свете. И в бальные танцы хочу все-таки вернуться. Потому что, ну, я считаю, что надо себя держать в форме. И вот это все, кошки, и кормить все равно надо, потому что их фигово кормят. То есть те, кто их прикормил, они кормить перестали. Ну, один мужчина в командировке, женщина в командировке, и женщина еще и не живет. Охранник кормит раз в четыре смены. Он работает, тоже непонятно, как кормит. Всем не достается, ну, вряд ли они наедаются. В общем, вот ситуация такая. И, собственно, мне сейчас еще вот этим заниматься. Я уже как бы хочу в это ввязаться. Сам факт, что я из-за глупости безалаберности неадеквата человека потеряла просто месяц времени своего. И нервов. В общем, никого сегодня не отловили. Будем сейчас искать. Нам нужна каталовка. Ну, хрен с ним, закажу я каталовку. Она 2000 стоит на озон. Надо найти, ну, пусть и умора бесплатно. Нужно кошку отвезти, нужно кошку где-то передержать. Это непонятно вообще, как это делать. Потому что, ну, нету клиник с передержками, с стационарами не так много. То есть надо искать, где клиника, где, если где стационар, там, естественно, получается уже, ну, это будет за деньги. И дай бог будет льгота для бездомных. Ну, тоже это надо все выяснять. И кто согласится везти. Потому что не все согласны уличную кошку везти на стерилизацию. Ну, в общем, мрак полнейший. И просто сейчас будет куча времени и энергии на это тратиться. Потому что то, что можно было решить месяц назад, сейчас еще и кошка на большом сроке. В общем, это вот такой веселый день. Поэтому, если кто-то может вдруг помочь, кто-то неравнодушный, мы деньги соберем. Плюс нам нужны человек какой-то ответственный, который сделает зимние домики. Хотя бы домик из дерева метр на метр с одной дыркой. Ну, пусть там два этажа будет правильно сделано, чтобы было тепло им зимой-ка там. Вот и установить. Ну, какую-то сумму, может, мы заберем, но в пределах разумного. Потому что мне предложили, там, сказали, в среднем 4 тысячи. Если можно дешевле, я вообще считаю, что можно и бесплатно сделать, да, подобрать все душевные. Что-то можно сделать для этих несчастных кошек хорошего. Вот. Тоже все предложения принимаю. Я не буду закрывать комментарии на видео. Если можете, отпишитесь. Ну, как бы нужны адекватные, ответственные люди, которые отвечают за свои слова и обещания. Что я, к сожалению, не вижу. Я вижу очень много вообще никакого-то откровенного хамства, неадеквата. Продаю квартиру, пришла агент. Мало того, что я ее жду, она где-то там паркуется, стоит в машине. Хотя договорились в подъезда встретиться. Потом она просто села в уличной одежде за стол обеденный, на котором я сижу в халате домашнем. Я ей говорю, а почему вы садитесь вообще без разрешения, да, как бы на каком основании вы сели, да, вам не разрешали за этот стол садиться. Ну, в общем, вот такая вещь. И на улицу женщина накинула, что вы там снимаете, что вы там фотографируете. То есть, как бы, она стала меня хватать, там, говорит, я полицию вызову матом на меня. Мне пришлось от нее убегать. То есть, я просто думаю, сколько вообще больных на голову в России, неадекватных. Не могу до сих пор отойти, если честно. Вот, животным надо помогать, потому что, наверное, мне кажется, это единственный вообще способ спасти себя от расчеловечивания. Вот, к сожалению, там в России у нас политика расчеловечивания идет. Вот, к сожалению.